Мы с тобой, помнишь, в предыдущей передаче говорили о том, что не хватит ни одной жизни, ни жизни цивилизации для того, чтобы познать музыку Иоганна Себастьяна Баха. Да, и даже хорошо темперированный клавир тоже. Да, и даже не весь хорошо темперированный клавир, а первый, 24 прелюдии и фуги, первый том, потому что практически это алгоритм цивилизации. Безусловно, безусловно. Невероятное творение человеческого духа, даже не только человеческого духа, а космического духа. А вот, знаешь, когда праздновали 300-летие со дня рождения Баха, я еще был тогда достаточно маленьким, не очень большим, не очень взрослым, не очень маленьким. Я тогда стал читать все, 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 что только мне попадалось по поводу Баха. Я начитался столько, вообще группа нобелевских лауреатов даже написала такую статью, что в принципе, изучая баховские алгоритмы, баховское мышление, мы вынуждены прийти к убеждению, что Бах не явление земного порядка, что это явление какое-то временно данное нам на планету, чтобы расшифровать некоторые данные и ответить на вопросы для тех, кто поймет, которые мы все время задаем и на которые не можем ответить. Потрясающе. То есть они сказали, что вот если разобрать с научной точки зрения самых глубоких наук, самых серьезных математик, то уже хорошо темперированный клавир, в нем заложены ответы, а мы никак не можем их получить. И они обращаются, пожалуйста, музыканты, математики, физики, астрофизики, пожалуйста, займитесь серьезно расшифровкой ХТК, и вы получите ответ о смерти и бессмертии, о том, есть ли оно. То есть это вот тот ответчик, о котором писал Роберт Шекли, который искали там далеко в космосе. Помнишь, да? Ответ на вопрос. Да, гениально искали. А ответчик говорит, вы задайте правильный вопрос, тогда я вам дам ответ. Спрашивает, есть ли смерть? Он говорит, вопрос поставлен некорректно, что вы понимаете под смертью? Я вам все отвечу, ответчик говорит. Ведь, понимаешь, самое главное, это древняя, великая мудрость, да? То есть приходит ученик домой из школы, и папа его спрашивает, ты сумел правильно ответить на все вопросы? Это не совсем корректное поведение папы. Другой ученик приходит домой, папа говорит, ты сумел, сыночек, правильно поставить все вопросы? Да, да, да. Вот, понимаешь, что такое философия, да? Другой уровень. Да, вот, бах, он ставит вопросы, в которых есть ответы, и до которых мы никак не можем добраться. Поэтому, когда мы в прошлой передаче играли первую прелюдию из ХТК, вот, сыграю кусочек, напомню, ту самую, рай. Потом добрались до такта, где грехопадение, разрушение предварительной установки. Потом сыграли первую же фугу, первые шаги Адама и Евы по земле, греческий тетрахорд. Потом ты совершенно гениально закончил эту фугу и доказал мне, что ты совершенно прав, что, несмотря на абсолютную медитативность и, как бы, прощание с этим совершенным райским состоянием, в этой фуге появляется напряженность, появляется предвосхищение будущих страданий, убийства Каэна Мавеля и все то, что цивилизация пройдет. Но в конечном итоге ты удивительно закончил на педали, как бы, такие слезы застилают глаза. И вот этот вот последний до-мажорный аккорд, с которым нам придется проститься теперь навсегда в этом творении Баха, больше его не будет. Да, вот этой невинности больше не будет. Да, вот сыграя, так как ты показал последние такты на педали. Баха И в прошлой передаче Алеша показал потрясающую вещь, что прелюдия Баха, первая же прелюдия в ХТК, первые же звуки, это раскладывание обердоновой системы звука до, потому что до вызывает соль, опять до в октаву и ми. Да, и вот так начинается Баховская прелюдия. Итак, это и есть музыка космоса, потому что в космосе нет минора, в космосе есть мажор. И тогда же Алеша сделал тот маленький шаг, изменив это созвучие, превратив его в знание о смерти, потому что минор – это изобретение человеческое, это знание о нашей юдоле, о том, что мы смертные, наша трагедия, и вместе с тем именно это является конденсатором, стимулом, катализатором нашего искусства, потому что мы, играя, вот ты играя, да, уже можешь понимать, что вот ты есть сейчас, ты в разгаре жизни, ты молод, ты красив, ты можешь быть влюблен, ты можешь быть разочарован, ты можешь позволить себе радость и какие-то жизни, отправиться в Сикстинскую капеллу, ты можешь отправиться куда-нибудь в Таиланд и там насладиться морем и красками. Но ты знаешь, что, к сожалению, жизнь наша ограничена. Но когда ты играешь, ты знаешь еще одну вещь. Ты ведь хитрый, ты ведь знаешь, что через сто лет кто-то услышит опять эту музыку, эту трактовку, эту идею, и значит, мы остаемся живыми. Да, в этом наше бессмертие. Вот звучит ужасно громко, красиво, да, но на самом деле это так, потому что через сто лет опять кому-то это понадобится. Кто-то не будет помнить каких-то там Пугачевых, Киркоровых, что там звучало в конце 20-го века, в начале 21-го, кто там правил, какие были руководители, какие правители, были кризисы или не кризисы. В искусстве нет кризиса. Конечно. Какой же кризис, когда существует вселенское знание? Самое страшное для нас это не кризис, это знание о смерти, и самое главное, что у нас есть все возможности преодолеть. Преодолеть это, конечно. Да, потому что, ну что такое уход тела? Ну, отработала, отслужила, как старый костюм, да, а вот остающийся дух, он бессмертен, и он витает где хочет и как хочет. Вот давай сделаем сейчас это маленькое движение из до-мажора в до-минор. Вот, и поэтому вторая прелюдия Баха – это минор. Закончились райские радости, закончились первые движения по очень красивой планете Адама и Евы. Начинается зарабатывание хлеба в поте лица, рождение детей в муках, начинается земная юдоль, и первые же два звука в правой руке этой прелюдии до-ми-бемоль. Все, все, вот, все. Да, закодировано. Да, код, до-ми-бемоль, чтобы служба медом не казалась, как говорят, да? Потому что теперь ясно, отсюда начинается все развитие. Вот теперь полное право 23 оставшихся прелюдий и 24 вук. Да, но развитие всевозможное. Да, да, да. И смерть, и убийство, и трагедия, и распятие, и раскаяние, и поклонение, и положение во гроб, и снятие с креста, и любовь, и змеи, и все опять, и грех, все, что хотите. Понимаете? И вот вторая прелюдия. Ее очень многие любят не меньше, чем первую. Вот она особенно хорошо звучит в контрасте с первой, да? После вот этой первой сказочной, да, вдруг начинается микеланджеловское строительство. Это ведь не только знание о смерти, это еще и строительство земных сооружений, да? Секрай, ламир. Секрай, ламир. Секрай, ламир. Секрай, ламир. Секрай, ламир. Алеша, хочешь, я тебе признаюсь в одном своем открытии, только сейчас ты мне это открыл? Я ведь раньше об этом не думал. А ты сам это специально сделал? Ты это знал или это вообще у тебя из подсознания вышло? Начни первые звуки фуги. Стоп. Все. А теперь медленно первые звуки. Медленно. А теперь сыграй последний такт. Слышишь? Да, да. Ты раньше это слышал или ты сейчас это сделал от Бога? Нет, это у меня интуитивно. Я просто понимаю, что здесь нужно очень замедлить и показать этот оборот. Я даже не отдавал себе отчета в этом. Я ведь тоже. Мы сейчас это открыли, Алеша, для себя. Я не знаю, может быть, все ученые, все вокруг это знают? Ну, я сомневаюсь все-таки. У меня есть неплохой педагогический опыт. Да ты посмотри. Что Бах делает? Да, он уже дает. Вот дал тему фуги. Да, он уже дал его в последний звук, действительно. Удивительно. Точно так же, как, смотри, когда токата. Токата и фуга, да? Да. Да, да, да. Да, а потом, да, да. То есть, строительный материал фуги лежит в попевке токаты, да? Здесь строительный материал фуги лежит в этом замедленном окончании. Ну, оно должно быть замедленным. То есть, я всегда это играл вот так. Есть вариант сыграть это все быстро. И тогда оно пролетит незамеченным, действительно. Но мне всегда казалось просто интуитивно совершенно точно, что это нужно... Вот так сыграть. Теперь понятно, почему. Да можешь себе представить, что я, который считал себя уже знатоком, я знаю каждую ноту хатэка, только сейчас по-настоящему осознал, что Бах скрывает идеи, что цикл не в том, что прелюдия и фуга, прелюдия и фуга, а в том, что фуга заложена внутри прелюдии, где-то закодирована, где-то зашифрована. То есть, вдруг он говорит, а сейчас... Та-ра-рам-пам, пам-пам-пам. Вдруг. Та-ра-рам-пам-пам. Пара-рам-пам-пам, пара-рам-пам. Па-та-там. Вот оно зеркальное потом идет. Да. Ты знаешь, вот это вот... Мы говорим, что нужно расшифровать. Да, вот это мы расшифровываем, причем это настолько верхушка айсберга, просто какие-то в несколько сантиметров. Сколько там еще внутри всего? Да, это мы такие крохи, да. А если бы мы с тобой сели на 10 часов, на 20 часов, на немного месяцев, и вот прошли через 24 прелюдии и фуги, ну, я думаю, что лет за 250-300 мы бы с тобой... Да, наверное, не меньше. Да, вот, может быть, обратимся к кому-нибудь, чтобы нам это вот дали, потому что мы еще не успели до конца. Но вот по поводу этой дом-минорной. Какие у тебя представления, вот когда ты это играешь? Кстати, знаешь, между прочим, я не знаю, как представление, но я сыграл такую трактовку, скажем, которая, ну, общая такая, признанная, нормальная. Мне ближе совсем другой вариант и темпа, и агогики в этой прелюдии, немножко напоминающий на то, что делал Глен Гульд. Напоминающий на то, что делал Глен Гульд? Да, чуть-чуть иначе. Но вот мне кажется, что вот это моторное движение такое быстрое, оно, конечно, замечательный вариант, но представить себе, исходя после, как, если я возьмем первую-вторую как небольшой цикл, то после рая возвращение к, или не возвращение, просто начало вот этой вот земной доли, оно не может быть таким быстрым. Это должно быть очень тяжелое звучание, такого примерно типа. Понимаешь, тогда это более, мне кажется, оправданным. Оправданным в том смысле, что труднее как бы жить на этой планете. Конечно, начать. Представь себе, начать жить. Это что, так легко взяли-побежали? Нет? А может быть. Ты знаешь, ну, я знаю, что мир любит именно этот вариант еще, потому что вообще мир сейчас завяз в моторике. Все любят моторную музыку. Конечно, можно это еще очень быстро сыграть. Да, ну, а если представить себе совсем противоположный вариант, он, на самом деле, мне кажется, он еще более драматичен. Ты знаешь, я сейчас попрошу тебя, если ты не против, сыграть этот вариант. Но прежде чем я тебе хочу сказать, что вот сейчас любой рок-музыкант, такой настоящий, профессиональный, заядлый рок-музыкант, сказал бы, что то, что ты сейчас начал играть, это высшие образцы рок-музыки, самых талантливых рок-музыкантов. Конечно, оно ложится на рок-стилистику идеально. Ну-ка, сделай начало в рок-стилистике. То есть то же самое. Да, 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 конечно же. Да, просто добавить ударник чуть-чуть, и вот оно. Да, и нет ничего нового под солнцем. Да, Бах был уже и рок-музыкантом. Безусловно. Он был им джазовым музыкантом отменным, потому что все джазовые принципы, вот то, что ты здесь играешь. Да, это великая джазовая мелодия. Все джазовые музыканты отдыхают, да? Партита до минор. Все джазовые музыканты отдыхают, да, до минорная партита, вот. А здесь ведь она тоже, потому что когда вдруг... Кстати, обратите внимание, что здесь появляется опять эта греховная си, которая теперь уже, которого теперь никто не боится. Да. Опять это, причем в этом же регистре. Да, в этом же регистре. Да. Не заявить это, не случайно. И как спасение вдруг. Та-ра-рам. Конечно. Да, после этого. Потом. Смотри, что мы вытворяем, да? То есть в этот разгар работы, трудов, тяжестей опять тема напоминания о грехе, и вдруг как бы... Да, вдруг вариант выхода. А выход какой в танце? Так, давай, теперь давай сделаем так. Сыграй прелюдию так, как ты играешь. Запомните еще раз в конце этот ход. И сразу же сыграй эту феноменальную фугу, которая, по-моему, одна из самых демократических фуг на земле. То есть даже тот, кто не знает, что такое фуга. Тот, у кого начинает болеть живот при слове одном фуга. То есть фуга это что-то как симфония, как филармония, несколько ругательств таких, да? Вот тот, кто... Тяжелое и непонятное, да? Да, тяжелое и непонятное. Что-то совсем... Знаешь, вот есть такой замечательный писатель в Одессе, Георгий Голубенко, да? Да-да. Ты же его знаешь, ты же все-таки одессит, да? Он, у него есть несколько... Вообще, у него, конечно, книга «Рыжий город», чудесная книга, но там есть несколько вещей, которыми я просто откровенно завидую. У него там в одном рассказе есть дядюшка, и вот этот дядюшка, он на все, что не нужно, все, что бессмысленно, все, что непонятно, он, знаешь, что говорит? Но это все Чайковский. Вот, понимаешь, я ему завидую, как ритор, как человек, который говорит о музыке, об искусстве, да? Вот так одной фразой показать всю степень мещанства. Всю степень непрекаянности, всю степень нежелания даже знать о том, что есть высшие процессы, что человек – это высшее создание, не какое-то там порнокопытное животное, да, или какое-то такое дискотечно тупое, для которого все эти программы телевидения и все эти бесконечные попсятины, а вот все Чайковский, понимаешь? Говорит, все, это, говорит, все Чайковский. То есть об этом не надо говорить, это не надо делать. Это скучно. Да, да, это вообще ничего. Вообще не нужно просто. Самое ненужное, что, может быть, называется, это все Чайковский. И вот смотри, что творится. Действительно, мы сейчас с тобой вот прямо импровизируем, сидя перед нотами, да, открываем целые пласты, где можно уже под поводу того, что мы сказали, серьезно сесть и написать книгу о двух первых прелюдиях и фугах Баха. Эта книга будет в 500 страниц. Конечно. Это ведь начало музыки. Да. От нее можно выходить на Рембрандта. От нее можно возвращаться к Николаю Кузанскому. Да, на Шекспира, безусловно. Тут все шекспировское мышление. На Николая Кузанского, который сказал, что Бог при помощи музыки придавал вещам пропорции. Понимаешь? Он так и сказал. Да, это вот особенно о музыке Баха можно сказать. Тут действительно строительство идет. Самое настоящее строительство. 12 полутонов. Именно поэтому хорошо темперированный клавир, да? Пифагорейское разделение октавы. Да, совершенно верно. Да, до диез и рэ бемоль теперь один и тот же звук. И Бах этому обрадовался. И показал, какие открываются возможности по тем временам. Это невероятно технически сложное. Вот ты сейчас сказал Пифагора. Смотри, мы ведь смотрели до мажорную фугу. И что это было? Тетрахорд. Тетрахорд. То есть связь у нас с греческим искусством, с греческой философией. Да, конечно. А ведь греческая философия это начало нашей европейской цивилизации. Так ведь? Конечно. А вот это вот произведение Баха это начало нашей европейской музыки по большому счету. Ты имеешь в виду доминорная прелюдия? Первый том «Харшот империорная клавида» если так философский. Да, конечно. Безусловно. Это наш тетрахорд. Да. То есть вот если изучить эти 24, даже 24, не будем говорить о 48, 24 прелюдии и фуги, то можно сказать, что жизнь состоялась. Конечно. Удалась. Мягко говоря, да? Что ты одновременно закончил все философские факультеты, включая Сорбонну. Что ты познакомился со всей античной культурой. Что ты в общем-то, в общих чертах знаешь алгоритм вселенский, бытия, системы. И ты знаешь коды и структуры вообще всего, как все это движется. Да, и возможность выхода из этой вот обреченности и смертности. Да, да. Возможность выхода. Теперь сделаем так. Сыграй тот вариант, о котором ты говоришь, как бы гульдовский, не совсем гульдовский, твой, да? Вот. И перейдем сразу к фуге. Вот как эта фуга? Танцевально-печальная. Микеланджеловский танцевальный. Микеланджеловский, безусловно. Да. Вроде бы танец, да? Наиграй всем фугу еще раз. Да, да. И теперь слушайте. Вторая прелюдия опять. До минор. Первый минор. Да. И фуга. Микеланджеловский, безусловно. Микеланджеловский, безусловно. Редактор субтитров. Да. Конечно. Ифи. Микеланджеловский, безусловно. Да. Микеланджеловский, безусловно. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Для тех, кто случайно нарвался на волну радиостанции «Орфей», хочу сказать, что сейчас звучала вторая фуга из первого тома, хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. И для тех, кто случайно услыхал и остановился, и задержался на этой волне, я рекомендую делать теперь это постоянно. Играет музыка. Для тех, кто понимает, фуга – это не то, что вызывает боль в животе от скупки и непонятности, а это одна из самых высших идей алгоритма бытия. Потому что, когда у Альберта Эйнштейна спросили, как он после своей формулы теории относительности воспринимает Вселенную, Эйнштейн ответил просто «как слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя консистенция». Господин Эйнштейн был совершенно прав, потому что он сделал не что иное, как обозначил формулу фуги, которая существовала за несколько столетий до него и которая достигла вершин в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Потому что фуга – это и есть слоеный пирог Вселенной, где в каждом слое свое измерение, свое время, то есть, и своя консистенция. Консистенция в музыке называется «тональность». Значит, таким образом Эйнштейн под видом совершенно нового открытия сформулировал фугу, которая на интуитивном уровне существовала в искусстве по меньшей мере за 250 лет до рождения гениального ученого XX века и величайшего ученого всех времен. Таким образом, музыка задолго до науки на интуитивном уровне формулирует то, чего мы не можем осознать логическим или вербально-словесным путем. Вот сейчас, когда я слушал игру Алексея, когда я сижу так близко, рядом, и пользуюсь не записью, и даже сижу не в концертном зале на расстоянии, а также, как и вы, когда будете слушать эту передачу рядом с радиоприемником или рядом с вашим компьютером, постарайтесь обратить внимание на это, на то, что перед вами матрицы вселенских структур, матрицы самых невероятных идей, которые мы пока не можем сформулировать словесно. Мы можем только сыграть. И так мы с вами прошли и прослушали в двух программах домажорную прелюдию, домажорную фугу. Потом узнали, что мы смертны, поскольку мы попробовали фрукт, запретный плод, и обрели минор, то есть получили ограниченность нашего существования, нашего телесного существования. Что же делает Бах дальше? Дальше Бах пишет прелюдию и фугу в тональности до диез. До диез мажор. То есть на самом деле такой тональности как бы не должно быть. Потому что до мажор – это отсутствие всяких знаков. До диез мажор – это значит, что все звуки, повышенные на полтон, и называются диезами. То есть если мы наших детей учим нотной грамоте и говорим, что гамму нужно петь до, ре, ми, фа, соль, ля, си, то теперь дети для того, чтобы петь эту гамму, должны петь до диез, ре диез, ми диез, фа диез, соль диез, ля диез, си диез, до диез. Это ужасное издевательство над ребенком. А зачем же Баху до диез мажор? Ну, во-первых, потому что он поставил перед собой задачу пройти все знаки зодиака, все созвездия, пройти всю систему кварта-квинтового круга. То есть все тональности. И еще это в этом доказательство того, что Бах строил космогоническую теорию. Да, безусловно, вселенская теория здесь, в этом цикле. Да, и вот поэтому третья прелюдия, она должна создать какое-то равновесие между первой и второй. Первая – это вот рай, да? Вторая – это в трудах и в заботах, и в поте лица. Это работа, забивание гвоздей, ноя в ковчег. Да, полет голубя, спасение. Голубка прилетела, а потом не прилетела, значит, есть уже суша. И вот теперь Бах пытается смягчить, дать вот эту обволакивающую мягкость до диэс-мажора. Давай, знаешь что, не играй сейчас всю прелюдию, а сыграй кусочек ее. Вот таким странным окончанием всего несколькими тактами до диэс-мажорной и третьей прелюдии из 24 прелюдии фух хорошо темперированного клавира Йоганна Себастьяна Баха мы завершаем сегодняшнюю передачу.